Пес Бархан. Пару месяцев большое дело будет продолжаться. Сейчас речь пойдет о Бархане из сельского мини-приюта Любила Чернецкая. Его состояние и лечение после поездки в ветклинику. Как можно кого-то лечить с такими ценами? Заказывала хозяйка лекарства для Басси. То, что нам выписали. Ей его привезли. Пластинка, в ней 10 штучек таблеток. Это 1085 рублей. А нам пить 2 таблетки в день, целый месяц. Выходит, что хочешь, то и делай. Хоть лечи, а хочешь и просто смотри. Сегодня попросила водителя купить таблетки для Басси. Купил 10 штук, а та нам по 2 таблетки 2 раза в день, целый месяц. Вылечились, называются. Откуда у них такие цены? Дешевле уколы, но это на кота. Пузырек на 10 дней. А Басси колоть-то по пузырьку за раз. Тут же все зависит от веса животного. Это выйдет целое состояние. Корсил у меня пока есть. Но его тоже пить 3 месяца. Рассказывает волонтер. Друзья, пожалуйста, помогите. У нас никак не получается справиться без вашей помощи. Думал, женщина. Обследовались. И будем теперь потихонечку лечиться. Да не тут-то было. Поможет препарат или нет, не знаем. Но на месяц это выйдет больше 6 тысяч рублей. Волонтер не может бросить все и заняться только лечением одного Басси. А как же остальные? Их тоже надо лечить и кормить. Пожалуйста, помогите нам. Может кто-то сможет помочь нам с ептралом для Басси. Без вашей помощи нам не справиться. И пройти курс лечения надо. Ой, бедный. Ему так жарко. Сейчас в принципе всем плохо. Но он-то еще и больной. Я его обтираю, хожу целый день. Лапы задние скоро будут как у дружка. Он вообще перестал ими двигать. После поездки ему, конечно, лучше. Пока смочаю, пока не очень получается. Но понемногу выходит. Да, сегодня ужасно душно. Поэтому не поймешь. Ему дышать тяжело. Его дом не прохладнее. В такую жару там жарко. Это же как сарай. Зима холодно, а летом жарко. Сейчас кругом жарко. Это дома вентилятор работает. И то, рассуждает женщина.